Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1984 года рождения, воплощенного на Земле. Один, два, три. Отлично. Снимаются все маски и голограммы, идентифицируя его. И Юрген выходит из своего биоробота. Посмотри, там ничего не осталось. Это он. Это он, отлично. И поднимай его в нашу комнату диагностики и будь с ним. Один, два, три. Здесь. Мы приветствуем Юргена, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверить ли нам свое биополе. Доверит, да. Хорошо. И Юрген заходит в скэнер, и скэнер начинает сканировать Юргена сверху до низу. Находит всех интерферентов, все присадки, все примочки. Они начинают гореть ярко-красным цветом. Одновременно мгновенно выстраивают любые интерференты из любых миров. Один, два, три. Скэнер начинает работать. У него этот спрут. Один канал? Два. Второй? Хорошо. Каналы загораются ярко-красным цветом. Снимаются все маски и голограммы. Все ответственные предстают в клетке первой в данном виде, согласно своему эфирному коду. Суккуб, Суккуб. Да, здесь он. Отлично. Считай цифры над головой. Один, два, три. Двенадцать. Двенадцать. Подхожу к Суккубу и говорю ему, как он осмелился войти в это тело. Но тебе предлагают поиграть. Мне предлагают поиграть. Направляю на него свое копье и бью его мощнейшим ударом в один миллион герц. Удар. Она как защищается, хрипит на полу. О, защищается. Так, Суккуб, ты сегодня нарушил закон мироздания. Ты вошел в тело, которое... Хозяин которого прочитал манифест, в котором было сказано, что любой интефериан, который войдет в мое биополе, против моей воли, уничтожается и уходит в галактическое ядро. Тебе хочется еще поиграться со мной? На полу лежит, хрипит и говорит, какой ты жестокий, пожестче любишь. Жалко ее. И геи. Может, тебе язык отбить? Он ей нужен. Вот я поэтому тебе говорю, может, тебе язык оторвать и сжечь. Сегодня мы уничтожили одного инкуба 53 Герца. Вернее, 53 номер. Он тоже пытался пошутить в клеточке и так далее. Ему я дал 2 миллиона герц. Тебе один. Следующий удар будет 3 миллиона герц. Говорит, я не шучу. И я с тобой не шучу. Она тебе себя предлагает. Говорит, ты же не пробовал. Вдруг тебе понравится. Вера, ты что? Ты серьезно сейчас? Так, я думаю, тебе реально надо дать 2 миллиона герц, потому что ты реально не поняла, куда ты попала. Она говорит, посмотри, какая красивая. Фу, блядь. Мне это начинает надоедать. Мне кажется, я сейчас просто кого-то уничтожу. Она тебе все органы показывает. Говорит, как можно это уничтожить. Крутится в клетке. Она сейчас встала. Так, замерла в клетке. 1, 2, 3. Не может разговаривать. Переходим к этому. К спруту, который сидит. Или как он там? Как их приветствует? Он так и делает, да. Ну, он же, да, такой, как... Могу сказать, пыхтит как-то. Ты чего пришел в это биополис, Прут? Кушать. А ты знаешь, что я просто уничтожаю всех, кто приходит кушать к нашим клиентам. Тем, кто прочитал манифест и сказал, любой интерферент, который будет приходить ко мне кушать, я его буду жарить огнем. Тебе об этом говорили? Он пришел на Цветану и собирался уходить, но пока никого получше не нашел. Посмотри, они еще врать умеют. Он видел манифест, он знал, что кто-то придет. Когда-то искал. Искал, сказал, куда перепрыгнуть. Хорошо, зачет. Не успел. Так, Спрут, я тебе сейчас даю команду. Даю команду этому инкубу снять все присадки, все импланты. И все, что оставили в биополе, насчет три. Один, два, три. Кто будет мне мешать, кто будет мне врать, я сразу же перехожу к уничтожению. Она говорит, я сукопа, ты что, инкубов любишь? Я ни того, ни другого не люблю. Тебя кто-то послал или ты сама пришла? Вера, они снимают? Сейчас, подожди. Да, Спрут снимает. Она снимает, разговаривает с ним. Ну, хорошо же нам было. Зачем ты это сделал? Ну, шею снимает. Все вопросы к Юргену, они к нам. Он у нас с ним и разговаривал. А, ну все. Там, как вот, все сняли. Хорошо, так, Спрут, ты мне ответил правильно. Ты в это биополе больше не приходишь, ты знаешь почему. Потому что следующая наша встреча будет печально для тебя. Везде, где манифест сидит, там туда нельзя заходить. Вот, вот эта сущность рядом, она это не поняла, поэтому ей придется сейчас объяснить. А тебя я отпускаю. Открывается наверху против часовой стрелки портал. На частоте Спрута. Спрут уходит на свою частоту. Один, два, три. Забывай дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Папа. Так, ну это там, так кто она, Сукуб или Инкуб, Вера? Смеется. А мне по барабану, честно говоря. Так, все, я тебе объявляю программу. Ты хочешь уйти сегодня живой и целой, а не по частям? Все-таки тебе понравились мои части, говорит, хочу целой. Что мне что понравилось, я не понял. Какие части? Столько что сказал про части. Я ответа не слышу. Целая уходит. Целая хочет уйти. Она хочет уйти целой, хорошо. Так, если ты хочешь уйти целой, ты забываешь дорогу в это биополе. Если мы второй раз с тобой встречаемся, ты тоже никуда не уходишь, кроме галактического ядра. И то, твой пепел. Тебе понятна программа? Понятно, понятно. Злой какой-то. Слушай, я тебе сейчас реально еще в задницу ударю одним миллионом герц. Ты хочешь этого? Вот тогда будет злой, а так еще добрый. Все, надоело. Вообще она не против. Все, открывая тогда портал внизу против часовой стрелки на счет 3-1-2-3. Она уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь, там огненную пентаграмму. Так, каналы у него еще остались, да, Вера? Да. Хорошо, я подхожу к Юргену, беру его за руку. И мощнейшим ударом 100 тысяч герц меняя полярность. 1-2-3. Если что-то осталось, все каналы сжигаются. 100 тысяч герц. Удар! Готово. Сколько дадим энергии Юргену? 350. И какую частоту? 20. И на счет 3. Макушку головы Юргена начинает поступать. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1-2-3. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юргена. Систему биоробот-душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Происходит полная синхронизация. 1-2-3. Есть. Отлично. И возвращайся в комнату диагностики. Отключайся от него. 1-2-3. Есть. Есть. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию. 1985 года рождения, воплощенной на Земле. 1-2-3. Есть. Выходит тонкая копия. 1-2-3. Сделай проверку. Снимаются все маски и голограммы. 1-2-3. Посмотри, есть ли еще какие-то копии. На ней сетка черная. Опа. На тонкой копии? Да. Мы вытянем туда вместе с черной сеткой по каналу. Тогда ответственно. Хорошо. Бери ее в защитный костюм. 1-2-3. И вместе с тонкой копией. Алены, поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. Идет информация, что это этого же сукуба сетка. То есть она и отвлекала от него этой сеткой. Она в комнате. Хорошо. Мы приветствуем Алену. Интересуемся, готова ли Алена к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе. Да. Хорошо. И Алена заходит в скэнер. И я даю команду. Скэнер на счет 3. Начинает работать. Находит всех интерферентов. Все подключки. Все импланты. Все чужеродное. Мгновенно выстраивается канал. Заложниками. 1-2-3. Все чужеродное. Полностью проявляется. Все ответственные по каналам. Перетягиваются в клетку тюрьму. Ну, это вот сетка у нее. Больше у нее ничего нет. Значит, 3. Я даю команду. Начинает от этой сетки выстраиваться канал. 1-2-3. И ответственный по каналу. Притягивается в клетку тюрьмы. И становится ее заложником. 1-2-3. Ну, это здесь опять. Очень злая. Давно не виделись. И направляя на нее копье. И даю мощнейший удар. 1 миллион герц. Удар. Корчится на полу. Это у меня такое приветствие. Это я так здороваюсь с тобой. Каждый раз, когда я с тобой буду здороваться, ты будешь от меня получать 1 миллион герц. Но каждый последующий 2 миллиона герц. Я больше не приду. Я уже вижу, как ты больше не придешь. Могла бы и за сетку сразу сказать. И метнулась быстро. И забрала сетку. И все, что ты оставила в биополе. Я сейчас проверю. Если обманешь, я тебя сожгу. Приступила. Реально жду. Сетка у нее только. Хорошо. Поставим маячок. Зеленый, красный. Если чистое биополе. Алены, то зеленый. Если что-то осталось красное. 1-2-3. Чисто. Сущность. Ну что, дай тебе еще в дорогу 1 миллион герц. Поиграться не хочешь? Отпускай. Отпускай. О, смотри, как заговорила уже другим тоном. Еще раз тебя увижу в этом биополе. Или в другом биополе. Наших клиентов. Если ты игнорируешь. Манифест. Я тебя сжигаю. Ты это поняла? Сущность. Шипет. Хорошо. Поняла. Открывается внизу портал. Так и хочется сказать в галактическое ядро. Открывается портал против часовой стрелки на ее частоте. 1-2-3. И она вылетает туда со своим барахлом. Закрывая, печатая, растворяя из-за огненную пентаграмму сверху. Готово. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Алены. В систему биоробот-душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке. Каждой извилинке мозга. Происходит полная синхронизация. 1-2-3. Да, готово. Отлично. Отключайся от Алены и переносися в свою комнату диагностики. 1-2-3. Я здесь. Отлично. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию. 2006 года рождения, воплощенного на Земле. 1-2-3. Решу. Проведи идентификацию. 1-2-3. Да. Хорошо. Бери Ника и поднимайся с ним вместе в комнату диагностики. Будь там. 1-2-3. Да, мы здесь. Привет, Ник. Готов к диагностике? Готов. Ник заходит в скэнер. Скэнер начинает на счет 3 его сканировать, проявляя любую негативную патогенную энергию, любые чипы, датчики, импланты. Моментально выстраиваются каналы 3. Скэнер начинает работать. Он чистый, но у него есть негатив. У него есть негатив. Хорошо. Давай сейчас. Я даю команду. И весь негатив, который находится в биополе Ника, начинает, выходит из его биополе силами его намерения и начинает формироваться в черный маленький шар. 1-2-3. Зависает в воздухе. Крутится, наматывает на себя весь негатив, который у него остался. Перенимает эмоции родителей. Вот отсюда у него негатив. Готово. Отлично. И открываем под этим шариком портал в галактическое ядро. 1-2-3. Он уходит в галактическое ядро, сгорает на переработку в чистую первичную энергию. Готово. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ника в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация. 1-2-3. Готово. Отлично. И отключаясь от Ника, и возвращаясь в свою комнату диагностики. 1-2-3. Я здесь. Хорошо, Вера. Как ты себя чувствуешь? У меня что-то голова уже закружилась туда-сюда. А, летать, да. Вниз, вверх, вниз, вверх. Хорошо, последний Тим у нас остался. Ты готова? Да. Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 2013 года рождения, воплощенного на Земле. 1-2-3. Да, нашла Тима. Хорошо, Тим выходит из своего биоробота. 1-2-3. Ты вижу тонкую копию. Посмотри, есть еще что-то кинуть копии внутри. Отлично. Чуть громче говори. Микрофон поправь, да. И защищай Тима защитным потоком. И поднимайся вместе с ним в комнату диагностики и будь в ней. 1-2-3. Да, мы здесь. Привет, Тим. Готов к диагностике? Доверишь нам свое биополе? Кивает. Я даю команду, и на счет 3 Тим заходит. Сканер начинает работать и выявляет все патогенные энергии, любые патогенные энергии, чипы. Это ее заложник. 1-2-3. Сканер начинает сканировать. Маски на ногах у него. Черт. Черт, понятно. Черт в клетке? Да. Отлично. Один канал? Один, да, чистый, сверху. Хорошо. На ногах красные носки. Понятно, я подхожу к черту. Ты знаешь, куда ты зашел, черт? Клетку рассматривает. Нет, ты не туда зашел. Ты зашел в биополе Тима, который прочитал манифест и сказал, что любая сущность, которая будет питаться моей энергией, зайдет без моего разрешения, в мое биополе подлежит уничтожению в галактическом ядре. Ну, он говорит, что, правда, что ли, я не знал этого, отпусти меня. Как ты зашел вообще в эту квартиру? Как ты к нему подключился, рассказывай? Во сне подключился. Беспокойный сон у него был, зашел. Как ты зашел вообще в эту квартиру? Ты никакой ценности не представляешь, если ты молчишь. Ладно, ладно, говорит, я в дверь зашел. Но что-то он врет, он раз, знаете, показывает, то он его ждал возле двери, то он в дверь зашел, то он во сне зашел. Врет. Хорошо, подхожу и бью три удара по моим копьем по черту на его частоте. Один, два, три, пошли удары. Бегает по клетке, кричит больно. Ладно, что хочешь знать еще? Я тебе задал свой вопрос. Я тебе сказал, как ты зашел в это биополе? Кто тебе разрешал сюда входить? Где ты подключился? Где находится портал? С Сукубом он пришел. Как? С Сукубом с ним пришел. А чего сразу не сказал? Хотел выдавать его. Знаешь, она получила сегодня пару таких мощнейших ударов. Я ее два раза сегодня вытаскивал. Она выла и просила о пощаде, чтобы мы ее отпустили назад. И она клялась, что больше никогда не вернется. Если бы она дорожила тобой, она бы сказала, там еще чертик есть. Вот, отпустите его тоже. Но она не сказала, понимаешь? Она свою шкуру спасала. Поэтому Сукубом говорит, я же не знал, что ты ее поймал. Ты много чего не знал, но это ничего не меняет. Ты не должен был вообще заходить в это биополе ребенка. Вообще не должен был заходить. Кто тебе сказал к нему подключаться? Сам выбрал его. Ты сам выбрал. Хорошо. Я маленький, он маленький. Ты еще меньше сейчас будешь в два раза. Я тебя хочешь, я тебя уменьшу в два раза? Да, я все понял, все понял. Говорит, не надо. Так, метнулся, сейчас снял все присадки, все примочки, все, что ты оставил в его биополе. Значит, три. Один, два, три. Если я что-то найду, разговора больше не будет. Носки снял, говорит, я еще ничего поставить-то не успел. Все. Хорошо. Так. Можно отпускать, Вера. Давай, открывай. Да, черт. Я тебя предупреждаю. Если я тебя второй раз увижу в этой квартире, разговоров вообще больше никаких не будет. Ты забываешь эту квартиру, забываешь полностью, как ходить в биополе Тима и всех других, кто живет в этой квартире. Ты даже не пытайся, потому что мне моментально сообщат, и я тебя найду и уничтожу. Понял. Все, так и передай в своих мирах. Все, забирай все, что ты оставил в его биополе, у тебя носочки, открывается портал внизу. На его частоте 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь, став огненной пентаграммы сверху. Готово. Он сказал, что мне все равно, я плачу им. Чем плачу, не знаю, за то, что не портал мне открывает. Энергия, чем он может платить? Энергия. Конечно, энергия, причем не своей энергией, а ребенка. Готово. Да, отлично, хорошо. Так, все, мы закончили. Давай теперь и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Тима. Систему биоробот-душа заводим, подключаем его к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Происходит полная синхронизация и гармонизация. 1, 2, 3. Готово. Отлично. И отключайся от Тима и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, и здесь. 2, 3. Субтитры создавал DimaTorzok